В прошлом году в Севастопольскую школу искусств было подано более 2,5 тысяч заявок о поступлении. И это создало некий ажиотаж. В этом году, чтобы не создавать такой массовости и столпотворения, была организована предварительная запись на сайте учебного заведения. У поступающих есть две недели с момента объявления приемной кампании на подготовку документов до подачи заявления о приеме на обучение. Заявление можно будет подать лично или через портал Госуслуги. Ребятам будет предложено несколько программ дополнительного предпрофессионального образования. Это хореография, декоративно-прикладное творчество, дизайн, архитектура и академическое хоровое пение. Нынешний набор имеет ряд отличительных особенностей. Например, в этом году не будет набора по специальности искусства театра. Это связано с тем, что, во-первых, мы работаем по образовательным программам Владимира Львовича Машкова, и там набор также осуществляется один раз в два года. Сильно разрастается учебный план, очень много дополнительных предметов появляется у детей со второго класса. Поэтому просто из-за количества аудиторий, из-за количества учебной нагрузки мы не можем осуществлять прием детей каждый год. Зато в нынешнем году новый виток развития получит программа дополнительного предпрофессионального образования по специальности «Академическое хоровое пение». Мы набираем на нее 70 детей. Возглавлять всю эту хоровую нашу историю, наше хоровое отделение будет выпускник Московского хорового училища, один из создателей Сретенского хора мужского, всем известного. Это очень знаменитый коллектив Российской Федерации, Александр Амирханов. Дети туда набираются практически с 6,5 до 15 лет. По каждому из направлений существуют свои критерии отбора. Они подробно изложены в правилах приема на обучение на сайте Севастопольской школы искусств. Ну, безусловно, они абсолютно разные. Например, на хореографию стоит обратить внимание на весоростовые показатели ребенка. То есть изначально это такое субтильное телосложение, это хорошая гибкость. Есть определенные физиологические особенности, которые ребенку позволят в дальнейшем стать танцором успешным. Если речь идет о художественных направлениях – архитектура, дизайн, декоративно-прикладное творчество – там будет целых три вступительных экзамена. Это экзамен по рисунку, экзамен по живописи, экзамен по композиции. Преподаватели школы искусств говорят, что уровень подготовки у всех абитуриентов абсолютно разный. Кто-то занимается по выбранной специальности с раннего возраста в кружках и творческих объединениях. Другие ребята – самоучки. Анастасия Кузьменко – одна из них. Девочка рисовала дома для себя. Смотрела видеоуроки в интернете, работала с цветом и формой. За год обучения в школе будущий архитектор узнала много нового. И сегодня защищает свой первый проект. Это проект, в котором мы показывали пластику, хореографии в зданиях. Это здание артстайл название. Это здание современного искусства. Идут учиться в школу искусств и юные представители семейных династий. Так Мария Брауде – наследница известной в нашем городе фамилии. Ее предки подарили городу несколько знаковых и запоминающихся зданий, которые сегодня знает каждый севастополец. У нас в семье есть династия архитекторов. Ну вот я тоже решила поступить на архитектора. Папа, дедушка, прадедушка – это все архитекторы. На отделение архитектуры было поступить мне несложно. Это было достаточно легко, даже интересно. Вступительные экзамены – это всегда волнительно и страшно. Поэтому вот несколько советов абитуриентам от нынешних учеников школы искусств. Надо стараться, любить свое дело и никогда не смотреть на других, как они рисуют. Ведь у вас свое мнение. Главное им хорошо рисовать и творческих успехов. Для прохождения конкурсного отбора необходимо подать заявление со 2 по 26 мая на портале госуслуги или лично, посетив Севастопольскую школу искусств. Конкурсные испытания начнутся с 3 июня. После этого будет подведение итогов. И уже 21 июня станут известны имена счастливчиков, которые пополнят ряды талантливых учеников Севастопольской детской школы искусств. Александра Ершова, Сергей Котляренко. Новости Севастополя.